Прям в ожидании и хочет порадовать зрителей наш следующий материал. Кстати, он довольно серьезный, но с утра полезно разминать свой разум. Латиноамериканские, русские, татарские народные танцы и песни. В такой непринужденной обстановке в Симферополе прошел диалог на равных чиновников со студентами крымских вузов. Тема – дружеские отношения между полуостровом и Кубой. Перед двух годом хочется дарить подарки. Вот книга как раз называется «Куба, любовь моя». Месяц назад на «Острове свободы» побывала вице-премьер крымского правительства Ирина Кевико. Вернувшись домой с энтузиазмом, делится впечатлениями. Мы будем устанавливать культурные связи, ту народную дипломатию, о которой мы сегодня говорили. Будем рассказывать Кубе о наших народах. И если у кубинцев появится заинтересованность, мы готовы их будем на базе нашего общества дружбы с Кубой и нашего бюджетного учреждения принимать. К дипломатическим отношениям между странами больше века. В 1952 году они прерывались на 8 лет. Сейчас выходят на новый уровень. В приоритете развития экспорта и туризма в планах на будущее сотрудничество в сфере образования. За последние пять лет объем экспорта из Крыма значительно вырос. В 2019-м республика подписала больше 20 контрактов с Китаем, Сирией и другими странами. Теперь торговые отношения свяжут полуостров и с Кубой. Сейчас прорабатывается вопрос в части того, какая потребность у Кубы в крымских товарах. Соответственно, производители будут выходить и отправлять поставки. Зерновые, виностры, материалы – все это Крым готов поставлять и партнерам в Карибском бассейне. Взамен остров свободы может предложить жителям полуострова экзотические фрукты, кофе, товары медицинского назначения. Вписан первый официальный договор о сотрудничестве между Крымом и островом свободы Куба. И следующий шаг в бизнес-миссии. Он запланирован на следующий год, когда крымские и кубинские предприниматели тоже подпишут договор о сотрудничестве. Татьяна Балыкина, Руслан Хохлов. Утро нового дня.